занятие вебинар по вопросам подбора персонала я всех приветствую у нас классе приветствую всех наших слушателей по вебинару может задавать вопросы в чате будем стараться отвечать и так итак подбор персонала а на представлении все таки меня зовут кнашевич елисей станиславович я являюсь начальником управления по работе с персоналом телекоммуникационной компании преподавателем курс управления персоналом учебного центра специалистов итак мы с вами будем говорить о такой очень серьезной серьезного вопроса это подбор персонала в организации ведь от качества персонала в организации зависит ее успех я думаю с этим никто возражать не будет сейчас мы не будем говорить о качестве существующих персонала для этого существует система оценок система подготовки персонала ротации всего на свете мы говорим о людях которые будут входить наш замечательный коллектив и приносить его пользу то есть подбор то есть нам нужно заполнить решить какие-то вопросы связанные с работой компании посредством того что просто нужно привлечь людей специалистов нужных нам специалистов компаний от того как мы с вами привлечем специалист будет работа компаний ведь опять же не секрет можно привлечь специалист хорошего грамотного который будет компании приносить успех будет работать будет достаточно с коллективом нормально то еще хорошо а можно привести в компанию проблем вирус еще чем то хуже да то есть вот этот момент подбора это является таким поиском и фильтром прохождение людей внутри компании задачи получается подбора из ну давай так минимум из населения города москвы из ближайших найти тех людей которые которые нам нужны либо можем глобально сказать что какое количество кандидатов у нас есть если у нас нет рамок то это активное экономическое население земного шара можно найти хотя бы из сколько то остальных людей одного можно можно просто приложить усилий правильно правильно вот поэтому специалисты по подбору должны понимать что они приводят в компанию людей которые скажем так но с точки зрения экономически получается а увеличивать стоимость компаний позволяет компании развиваться вводит ее на какой-то новый уровень то есть постоянное движение вверх они просто людей которые могут выполнять эту работу вот позиция работодателя такая что нужно специалист который дальше начнет развиваться лучше работать то есть уходит один приходит лучше то есть постоянно так вот выше 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 а не то что либо он опять же приведёт к вас специалистов который принесет компании прибыль достаток работникам либо перейдет специалиста который просто потратил лучший просто потратим время В общем случае, мы получим какие-то убытки. То есть вот так стоит вопрос. Дальше. Подбор персонала. Вот мы с вами подбираем персонал, а кто его отбирает? Кто отбирает специалистов? Да, а потом понаврали по объявлению. Да. Кто отбирает специалистов? В компании. В компании. Кто отбирает специалистов? В компании. Ну он принимает решение о том, что этого взять на работу? Нет, только проводители. Руководители подразделений. А теперь смотрите, какая здесь есть парадокс. Многие об этом даже не задумываются. Руководитель подразделения думает, что он отбирает людей. А на самом деле что происходит? Он отбирает тех людей, которые дает ему рекрутер, а не тех, кто есть на рынке. То есть рекрутер – это такой специалист. Рекрутер – менеджер по подбору персонала. Такой специалист, который… Понимаете, вот представьте себе, специалист по подбору персонала с небольшой заработной платой, обиженный на компанию, а там куча вакансий, все как-то плохо, все нехорошо, и вот он вам присылает специалистов. Какого уровня это специалисты? Какое отношение к подбору здесь? В большом счете формально будет. Есть некий набор критериев, по которым отбирают и вам высылают. То, что там он, скажем так, может какой-то проблемный быть, может быть там с виду какие-то вот чувствуется человек какими-то тараканами в голове, что-то еще. Может даже хуже быть. Он обижен этот руководитель. Их ему присылает. Специально. Да? Вместе такая. Это смех, смехом, но это такое, это жизнь. То есть, и вот из этого набора людей выбирают. Дальше можно по-другому построить, да? Умный рекрутер может сделать следующее. Он может на контрасте так поставить порядок собеседований руководителя, что выбран будет тот, которому нужен рекрутер. То есть, вам понятно, рекрутер, какая его роль в компании? Это не серая мышка. Это может быть серым кардиналом в подходе персонала. И вот сколько я работаю, разговариваю с руководителем по подбору, очень редко руководители по подбору, ну, кадровики, не кадровики, а начальники отделов, там, директоры персонала спрашивают, такой вопрос задают рекрутерам. А покажи-ка мне всех, кому ты отказал. Вот был, если особенно стоит там программа ЕСТАФ или что-то еще, видно, что вот, то есть, вот пришло 100 человек, он вызвал собеседование, там, примерно, 50, ну, грубо говоря, 20 руководителей, там что-то еще. А этих, которых ты не вызвал, ты чего им отказал-то? А тех, которые вызвал, но не дал, почему? Понимаете? Вот этот вопрос не отслеживается. Таким образом, мы видим только верхушку айсберга, то, что для нас рекрутер поставляет. Все. И из этого мы выбираем то, что нам дают. То есть, рекрутер занимается подбором персонала. И если об этом не думать, то мы и получаем таких специалистов, которых выбирает рекрутер. Дальше может быть проблема следующая. Ну, может быть, я не видел. Но у меня такое ощущение, что специалист по подбору персонала зарплатой в 40 тысяч не может подбирать специалиста зарплатой в 200 тысяч. Ну, понимаете, все-таки ценовая категория другая. И зарплата 40 тысяч рекрутера – это не очень… Рекрутер такой. Ну, средненькая компания, со средненькими знаниями. Ну, а 200 тысяч – это, считайте, это топы. Топ-менеджеры или эксклюзивные специалисты. Вы о чем с ним говорите? Там нельзя применять технологии рекрутинга, технологии такого массового подбора. Там не будет, да, там, давайте сами, вот здесь вы работаете, скажите, где вы здесь работаете, где вы здесь работаете, а почему у вас такая запись, а вот это, вот это. Там совершенно по-другому. Вообще в этом не разговаривает никто. Там разговор идет о работе, о каких-то делах таких, внимательно слушается. Уровень должен быть общения такой достаточно серьезный. Даже одежда должна вас остаться? Ну, как-то. Итак, вернемся к подбору. Подбор персонала является, скажем так, следствием кадрового планирования. Есть понятие в управлении персонала – кадровое планирование. Когда в компании определяется, чем компания будет развиваться, как она дальше, что ей нужно, какие люди нужны, проведено исследование людей, которые существуют, то есть наш кадровый потенциал, что у нас есть, какие у нас люди есть, сколько людей, какой квалификации, каких профессий, что-то, и что компания будет заниматься в будущем. Или текучка тоже смотрится, и принимается решение, что мы принимаем людей на работу, то есть мы не повышаем квалификацию, не внедряем какие-то системы, электронные системы, автоматизированные системы какие-то. То есть мы будем привлекать. То есть кадровое планирование привело к тому, что по каким-то направлениям будем привлекать. То есть мы не будем там кого-то перемещать, мы не будем его сокращать, мы не будем автоматизировать это место, мы будем привлекать. То есть это элемент кадрового планирования, который приводит, что будет подбор. Подбор – это регламент, это система. То есть подбор просто так, тоже не очень хорошо, там нельзя позвать своего рекрутера, слушай, найди-ка мне парочку менеджеров. Это неправильная задача. Он должен понимать, кто нужен. Если это замена, то есть уже как штатная такая менеджер, например, по продажам. Он, в принципе, знает, какие критерии, как бы отбирается. Но опять же, менеджер по подбору персонала тоже должен работать на основе каких-то задач. В основном это таким документом или таким посылом к действию является заявка на подбор. То есть приходит, сейчас поговорим, приходит заявка на подбор персонала, и по ней он работает. То есть это формализованные требования к кандидату. Но мы должны как-то отбирать, особенно если новая эта вакансия, либо вакансия как-то конкретизируется. Вот, получается заявка на подбор персонала. Вопрос, а кто ее должен делать? По-моему, вот я скажу, ее делают двое. Инициатор, естественно, какой-то подразделения. То есть он должен сказать, что я хочу вот этого. Таких специалистов. То есть он выкатает вам, ну вот как у меня построено, как бы он приходит с проектом заявки, который представляет рекрутерам, есть нормальное отношение, и говорит, что у вас, посмотри, как мы, вот мне нужны такие специалисты. Если как бы заявка нормальная, ничего сверхъестественного там нету, все понятно, все там расписать, вы можете на первый раз, рекрутим по звуке, я все поднимаю, я согласен, лучше визирую, ну чтобы видно было, что уже рекрутинг в курсе этого дела, и направляется руководительное утверждение. И утвердили, с этого момента заявка поступает, пошел момент отчета, да, время закрытия заявки, да, с какого заявка поступила подписанная, и когда она закрылась. Мы считаем время закрытия заявки. Вот, но может быть другая ситуация. Приходит к рекрутеру, к примеру, новая вакансия. Рекрутер говорит, вот давайте смотреть, потому что мы никогда таких людей не подбирали, ну вот, например, у меня был там, никогда не подбирали в Москве специалистов морских направлений. Где Москва и где море. Конечно, Москва по себе море, но море-то здесь не пахнет. Вот. У нас здесь один речпорт, вот, и одно Академию водного хозяйства. Но это не те специалисты. То есть мне нужны специалисты определенного посудостроения, по всем делам. Он говорит, и он приходит и говорит о том, что вот нам нужны специалисты. Мы начинаем, давай пока сейчас посмотрим, проведем мониторинг. Вот. Ничего не слышно, нет звука. Так, как на звук, на звук идет. Сейчас я посмотрю аудио. Так, вот кто меня не слышит, напишите, слышно меня, хорошо ли меня слышно, потому что микрофон работает, и вроде как должно быть слышно. Виктор, Евгений, напишите, есть звук или нет звука, потому что сейчас тогда я скажу инженеру. Чат. Итак. Так, то есть, получается следующее, что иногда... Так, сейчас тогда, секундочку, я сходжу. Всё, 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 всё. Всё, 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 всё. Всё, всё, всё. Всё, всё, всё. Сейчас нету звука, нету звука, нету звука. Хотя вот, микрофон работает, звук идёт. А что у нас не так? Всё, 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 всё. Угу, 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 угу. Вообще, вообще ничего не слышно. Ты не слышно. Ты не слышишь, ты не слышишь. Раз, два, три. Раз, два, три. Что-то слышно? Вебинар начнётся вскоре. Вебинар начнётся вскоре. И так, совсем ничего не слышно. И так, совсем ничего не слышно, уважаемые биналисты. Или звук есть. Во, звук появился. Во, всё, пошёл звук. Так, продолжаем тогда наш разговор. Итак, мы говорили о проблемах подбора. То, что подбор в компании достаточно серьёзная, это серьёзная задача для управления персоналом. И должны заниматься этой задачей, ну, какие специально обученные люди, это специалисты по подбору персонала, рекрутеры, менеджеры по подбору персонала, как угодно называйте. И формально начинается работа специалистов по подбору персонала, заявки на подбор. Которую я бы всё-таки рекомендовал делать совместно. Руководитель подразделения и специалист по подбору персонала. Потому что руководитель подразделения, он говорит о том, что он хочет. А специалист по подбору персонала, по идее, если он грамотный специалист и работает на первый год, он, в принципе, понимает рынок, что творится сейчас. Поэтому может получиться такая ситуация. А давайте мы купим Mercedes по цене Лады Калины. Да? Как вам такая заявка? То есть нам нужен, к примеру, классный программёр по цене сисадмина. Да? Как вы думаете, сколько мы будем его искать? С одной стороны, долго. Но с другой стороны, у нас может быть другой выход. Сказать, окей, в Москве это так. Но если вы даёте добро, и, к примеру, программиста мы находим на дистанционный труд. Где-нибудь в Новосибирске, или в Севастополе, или где-нибудь там, неважно где. Где как раз вот эта зарплата сисадмина Московского, это нормальная зарплата программиста где-нибудь там. Да? То тогда вопрос этот можно решить. Но тогда нужно получить добро, прописать заявки, что возможен дистанционный труд. Что мы это прописали. Да? Мы должны открыть географию. Потому что если у нас написано с вами, Headhunter куплен только объявлений по Москве, и поезд только по Москве. То никакого о Новосибирске речи быть не может, потому что вы не сможете там никого найти. И только если человек из Новосибирска посмотрит по фильтру к московской вакансии. То есть это надо заранее обговаривать. Поэтому и нужно вот эту вакансию, заявку видеть раньше. Может получиться так, что хотят в одном специалисте четырёх. Да? Вы же опять же говорите, что должен понимать, что это будет проблема подбора. То есть таких специалистов, ну, если найдётся, то это будет случайность. В основном это несколько специалистов. Да? Я тоже должен об этом, как говорится, пописать, сказать, что это проблема. Давайте по-другому что-то делать. Дальше. Ценовой диапазон. Да? Можно сказать, что вот нужен такой специалист, но нет таких специалистов. Не столь таких. Другой вопрос ещё может быть. На момент получения заявки новая заявка, новая проблема. Никогда не подбирали таких людей. В компании вообще нет опыта подбора таких специалистов. То есть вопрос, а где их искать? Да, вот как вот у меня было там специалисты по судостроению. Где их искать? То есть где такие водятся? В принципе, водятся в Санкт-Петербурге. То есть надо искать в Санкт-Петербурге. Вопрос. В Севастополе, но больше в Санкт-Петербурге. У них там больше заводов вот этих вот и академии там серьёзные. Там в основном у нас вот именно проектирование, конструкция. В Севастополе тоже есть, но в основном там. И сейчас я ближе вообще немножко. И тогда, ну как бы рекрутер нет, но он своего руководителя, директора персонального, начальника службы говорит, так и так, ну в Санкт-Петербург, что мы будем делать? Мы пишем в заявке, что предоставляется, к примеру, жильё служебное? Нет. А как они там к нам поедут? Никак. А может тогда обособку там откроем, снимем офис, и они там будут работать? Вариант. Или может дистанционный труд? Вариант. Но это надо разговаривать на моменте получения заявки, потому что вы будете так составлять вакансию. На основании заявки тоже, что вы будете вакансию, потому что если говорить языком рынка, то рекрутер или, скажем так, компания у нас работает на рынке труда. Правильно? А рынок труда – это что? Ну, рынок, торговля. Чем торгует компания здесь? Вот чем торгует компания? Чем торгует специалист по подбору персонала? Вот какой у него предмет торга? Чем он торгует? Это уже, извините, это уже статья. Это вы сейчас говорите о привлечении, о упаковке. Мы говорим, а что он выкладывает на рынок? Вакансию. То есть, понимаете, когда вы как рекрутер и специалист по подбору понимаете, что вы торгуете, выкладываете на прилавок вашу вакансию, вот посмотрите, вот вакансия, то вы понимаете, что для того, чтобы эту вакансию у вас взяли, то она должна привлекать потенциальную массу работников. Правильно? А что привлекает таких работников? Надо же думать об этом, да? Чтобы не было, как в том анекдоте, раз мужик там около столба фонарный лазит, лазит, что-то там смотрит, ищет, вдруг не подходит, ты что здесь ищешь? Говорит, ключи потерял. А где потерял? Да вон там, вон в кустах. А здесь что ищешь? А здесь светлее. Правильно? Вот чтобы такого не было, мы должны проработать эти вопросы на моменте, когда заявка к нам приходит на согласование. То есть если бизнес-процесс завести так, что заявка появляется и приходит сначала к вам, не подписанная, а согласованная, на согласование, мы уже можем многие вопросы проработать, откорректировать заявку. Если не откорректировать, то написать, например, сопровождительную записку к этой заявке, какие проблемы, какие пути решения и другие вопросы, чтобы руководитель либо решит, либо не решит. Потому что если на вашем не прислушается, то морально как бы, ну, вы не виноваты, что вы ищете до второго предшествия. Потому что, ну, невозможно продать, как бы, ребята, давайте, вот у меня Лада Калина, да, но цена у нее как от Mercedes, там, от Гелендвагена. Ну, я утрирую, да. Кажется, зачем, ребят, нам Лада Калина по такой цене, да? Давайте нам Гелендваген по такой цене. Поценила Лада Калина, тогда не вопрос, да? То есть привлекаемость вакансии. Так же и здесь. То есть мы должны проработать это дело. И когда все проработано, тогда к нам поступает заявка. Заявка поступила. Специалист по подбору персонала. Что делает? Он уже до этого ее видел, у него уже в мозгах было, как, где искать людей. Потому что вопрос, где искать людей? От конкретной вакансии зависит, где будет поиск. Мы берем, к примеру, программисты, да? Айтишная компания. Можно где искать? Специализированные сайты по подбору персоналов, да? HeadCounter, SuperJob. Можно, да? Что еще можно привлечь? Форумы специалистов, да? На всех форумах тематических, дальше будем говорить, есть доски объявлений. Есть бесплатные сайты, они четко по отраслям. Бесплатные сайты, есть различные социальные сети. Вот то есть он должен понимать. Или водитель, да? Где водителя будем искать? Как будем искать? Какие источники, да? Ну, не на HeadCounter. Ну, не на HeadCounter. А у нас оплачен HeadCounter, а нам нужен водитель. Что делать-то будет? Надо понимать, что, ребята, давайте оплачивать работу Rural, SuperJob. Либо давайте Авито оплатим. Потому что на Авито есть. Авито там 30 раз дешевле, дать мне просто денег, как когда-то пиздеццо. Я там через карту Сбербанк переведу и все остальное, да? И у нас будет за вами отклики. То есть в зависимости от вакансии мы будем дальше смотреть. Москва ли это будет? Санкт-Петербург ли это будет? Либо это будет как-то еще? То есть мы должны понимать, где мы будем искать? Да, может быть, это будет наоборот. Вот когда мы искали специалистов по беспилотно-недательным аппаратам, где никто не готовит практически. Мы давно это было. Сейчас и готовят. А раньше мы не готовили. Как мы их искали? На выставках мы искали. Там, где эти аппараты продают, там ходят те, кто ими управляет. Через партнеров передавали. Там люди нас спрашивают, а где можно устроиться на работу, после курса все. И мы вот к нам можно было приходить и все. То есть, понимаете, определение источника – это, скажем так, большая часть успеха, подбора, где мы будем искать. Потому что мы можем искать, например, в институте, если нам нужен специалист молодой перспективной дарования. Можем искать в организации, практически в хатханцик. Нам скажут, вот есть классные ребята в такой организации. У руководителя, который подал заявку, есть организация, которая этим занимается. Есть классные ребята. Говорят, а вы, случайно, не знаете? Никого тогда знаете? Может, как-то сведете? Может, поговорим? Название организации вы узнали? Хлоп сразу запрос по этой организации. Кто-нибудь ищет работу? Или хлоп в социальной сети? Вот пока LinkedIn не закрыли, можно было людей посмотреть по организации. Просто берете по организации, где люди работают. Они на LinkedIn и есть. А дальше LinkedIn – это сеть контактов. Нужно раз в контакт ему зайти и попробовать с ним пообщаться. То есть разные вакансии требуют разного подхода и разных источников. Это, опять же, нужно не так у всех скопы. Вот у меня суперджоп отплачен, я буду всех там искать. Неважно. Лев, право, я буду там всех искать. Ну и будем искать до второго пришествия. Итак, раз мы определили источники, мы понимаем, как мы будем развещать информацию. Либо это на специализированных сайтах. Берем тот же там HeadHunter, SuperJob. Там есть формы заполняем. Мы там вешаем свое объявление. О том, что мы принимаем работников. Ищем. Единственное, что не забывайте о дискриминационных признаках, когда вы вешаете вакансию. То есть нельзя. Правда, сайты модераторы там отслеживают, но и вы тоже не забывайте о том, что вдруг пропустили на руках, а у вас кто-нибудь там за 10 тысяч будет у вас дискриминационные признаки. Можно указывать, что мы ищем только граждан Российской Федерации? Или это тоже? Почему? Вот смотрите, с этой штукой. С ней очень все сложно. Значит, на HeadHunter, вот у меня висят, у меня написано, что граждан Российской Федерации, у меня просто, я не могу не настраду, а граждан брать, у меня первое дело. Вот. А на Авито, когда размещал, они выкидывают дискриминационный признак. Им пишешь, где написано, что инвестиционный признак? А они не могут ответить, что это там. Но выкидывают. И Суперджоп раньше выкидывал, сейчас не выкидывает. Потому что, какая дискриминация? Граждан Российской Федерации. Вот. Поэтому здесь да, но есть четкий дискриминационный признак. Дискриминационный признак, потом будем говорить, я в статью с киноксилку. Вот что такое дискриминация? Вот. Дальше. Как размещение? То есть, может быть, у вас сайт, специализированный по подбору персонала. Может быть, на форумах. Может быть, это объявление в газете. Потому что, может быть, у нас будет какой-то региональный подбор, у нас вот нужны были подбор водителей в регионах. Там очень хорошо работает местное объявление в газетах. Очень хорошо работает. Дешево, нормально. Отзывается. Единственное, что нужно. Как мы будем их отбирать? То есть, кто туда поедет, или как они поедут? То есть, надо тоже вопрос. У водителя в Петрозаводский скайп? Я вас умоляю. Вы видели их телефоны? Мы один раз попросили сфотографировать работника протокол где-нибудь вахтовика. Там катастрофа. Нет. Просто надо определиться, что, например, вот вы собираете все данные, телефоны, все остальное, потом кто-то едет туда в команде рук и просто беседует. Все. Тем более, скайп – это хорошо, но живого лучше видеть. Опять же, мы это определяем на моменты получения заявки. источникам определяем, как мы это будем делать. Можно руководить и скажет, по документу посмотрим, если что, приезжают, оформляют, уезжают. Это уже решение управленческие. Наша задача просто это все дело обговорить, проработать, как мы это будем все делать. Итак, размещаем информацию о вакансии. Где-то. То есть, понимая источники, мы понимаем, где-то будем размещать информацию. И дальше у нас начинается поиск. А поиск здесь такой. Здесь поиска два. Первый поиск – это пассивный. То есть, вы разместили, закинули сеточку, и к вам пошла рыбка. То есть, отклики. Кто-то вам присылает. Это пассивный. Есть активный. То есть, вы закинули сеточку, но плюс вы еще начинаете просматривать резюме по фильтрам. То есть, и так, и так работаете. Опять же, в зависимости от вакансии. Если это подбор через газеты, вам идут звонки. Также не забывайте, что есть подбор персонала через знакомых, через работников, которые вам тоже присылают информацию. То есть, вам, неважно, вам пошел поток информации о кандидатах. То есть, у вас появляются потенциальные кандидаты с их характеристикой, с их данными. Да? И дальше идет отбор. Вот эти кандидаты. Вот здесь вот отбор, вот этот первичный отбор. По большому счету, по резюме идет. Первичный отбор. То есть, ну, если кто-то, ну, я по-своему-то говорю, кто-то искал секретарей, менеджеров по рекламе, пиарщиков, вот у них как, выкладываешь вакансию, и на следующее утро у тебя забита вся почта уже. Потому что, это категория работников, которых, вот такое ощущение, что вот полмосквы ходит. Соответственно, что вы делаете? Вы начинаете все это пытаться читать. А что значит читать? Вы не будете читать это все так досконально. У вас есть заявка, вы ее проработали. У вас есть какие-то ключевые моменты, которые вы либо находите в резюме, либо не находите. Это буквально занимает, ну, несколько секунд. Ну, минуты это прочитать ее всю. Это несколько секунд. В общем, получается так. Если рекрутер, взгляд на резюме не остановился, резюме улетает. Вот когда, вот есть занятие для сыскателей, скажем так, как им устраиваться на работу, им всегда, вот я говорил такое, что ваша задача привлечь к себе внимание через резюме. Поэтому пишите сопроводительные письма, читайте внимательно вакансию, потому как я с чем сталкиваюсь? Вот я все-таки работаю в кадрах долго и могу сравнивать, что было 10 лет назад по подбору, что сейчас. Скажу так, что 10 лет назад люди вакансию читали. И если присылали свои резюме, то 80% это было можно посмотреть. То есть сейчас, когда люди присылают свою резюме на вакансию, очень часто задаешь вопросом, хочется позвонить и просто спросить, а какая причинно-следственная связь, что именно вы должны работать по этой вакансии, потому что я не нахожу ни одного слова, ни одного опыта, ничего, который вот с этой вакансией связан. Вот просто не нахожу. Я пару раз, просто у меня подбор маленький, у меня нет массового подбора, я могу себе позвонить и спрашиваю вопрос, а народ, а ответ это просто убийство, а на всякий случай, вдруг возьмете. То есть это уровень, а это все приходится смотреть, то есть это вы на это тратите время, даже вот как говорят, что максимально правильно созданная вакансия дает максимальный фильтр. Да, она дает какой-то, но опять же говорю, что качество кандидатов такое, что они не читают это практически. Какого-то фильтра вы наставили. Главное, что это фильтр у вас в голове, вы можете просто такие рубить и такие резюме их не рассматривать практически. но когда вы 100 отсмотрели, из них 50 оставили на второй посмотреть раз, да, потом второй раз посмотрели, уже более тщательно начали просматривать уже, так вот этот уже не проходит, еще почитали, но давайте возьмем там, ну это плохо, 20 человек пригласили, давайте 10, 10 у вас, сейчас подождите, слово половины это тоже еще с опыта скажу, дальше вы назначаете и начинаете звонить, либо писать в электронную почту, ну кто как привык, я обычно звоню, во-первых, это контакт, во-вторых, во многих случаях это уже разговор по телефону уже пошел отбор, то есть для особенно специалистов, которые связаны с разговором по телефону, сообщением, то есть разговором, а если продажники сразу, вот продажники уже в разговор по телефону говорят, продажник все сразу говорит о том, что вот даже вот отбор заканчивается на этом, секретарь тем более, если по телефону пошел какой-то непонятный говор, не умеет два слова связать, там ничего, какой секретарь, ресепшн, то есть уже идет, то есть я всегда звоню, позвонил, во-первых, сконтактировал, поговорил, представился, пообщались, вот, уточнил что-то по резюме и назначил собеседовать, либо не назначил собеседовать, потому что я понимаю, что дальше мы не будем высылать все остальное, и назначил собеседовать, поставить все в календарь, надо четко планировать, что у вас не было нахлестов, и я всегда календарь введу в Outlook, потому что Outlook это является в Outlook календаре, почта есть у всех работник, да, то, что даже кто-то не умеет пользоваться Outlook, все равно, если вы нажали там привлечь на собеседование вот этого товарища из книги, адресной, у него все равно она появится, и он это увидит, ему напоминалки выйдут, то есть я уже привыкнул, приучил своих, плюс переговорный таким у вас планирует, что в Outlook можно все это сделать, удобно, не надо городить там огород с специальным программным обеспечением, просто Outlook, там календарист, планировщик, все, я планирую часто собеседовать, всегда, потому что пока он придет, пока он мне заполнит анкету, анкету мне всегда заполняют ручную перед тем, как приходят, потому что это сведения о человеке первичные, чтобы я почитал, может разговаривать даже не надо будет, вот, ну и я смотрю на почерки, и как человек заполняет анкету, даже как человек заполняет анкету, скорость заполнения анкеты, аккуратность, которую заполняет, качество ответа, это тоже говорит о человеке, с момента того, как он сел под переговорную, начался отбор, все, это уже отбор, он говорит, а как же, в конце анкеты прям святое, вот, итак, то есть телефонное интервью, обсудили там что-то, да, то есть он приходит к вам уже специалист по персоналу, там, либо это будет комплексное собеседование, то есть вы можете сразу пригласить там специалист, чтобы вы беседовали, и технарь беседовал, к примеру, или кто-то бухгалтер, либо вы делаете так, что сначала подключается с вами, потому что что смотрит специалист по подбору персонала, он смотрит на, во-первых, кто пришел, кто-то человек пришел, внешний вид, опоздал, не опоздал, манера разговора, манера держаться, манера общаться, потому что хороший рекрутер, он понимает по тому, в каком коллектив попадает человек, кто там руководитель или что-то еще, вот я могу определить, будет он работать в этом подразделении, не будет. А если пришел раньше, не учился, просто меняет общение, есть, это говорит о том, что человек не собранный, это ведь не собранный, вообще не опоздать, не раньше прийти нельзя, иногда, иногда проходит, у меня было пару случаев, но к их чести, они сначала позвонили и сказали, что вот получилось так, что просто у нас, ну мы в этом районе оказались раньше, но я не думаю, получилось так, можно ли прийти раньше или нельзя, это нормально, а когда он приходит, здрасте, я пришел, вот, правильно, это опять же показывает, характеризует человека, понимаете, здрасте, я пришел, любите меня, общайтесь со мной, никто не ждал, понимаете, и это все уже отбор идет, поэтому, и вот, по некой категории работников, сначала все общаются прямо со мной, то есть я не вызываю специалистов, ну это примеры, такие как, секретарь, любимая лакансия, по которой люблю работать, профессиональный секретарь, там, бухгалтера, там, ну, кадрюки, это святое, там вообще никого не надо, ни одного, вот, там, ресепшн, делопроизводство, что-то еще, их можно, я могу их посмотреть, но просто у меня уровень квалификации позволяет их как-то отбирать, пока не профессионально даже, бухгалтер, профессионально не могу так отобрать, но я смотрю на них, на их адекватность, на их там поведение, на все остальные дела, и как вы правильно говорите, что, ну, опять же, по моему опыту скажу следующее, что не все кандидаты приходят на собеседование, то есть вы отобрали 10, у вас пришло из них двое, вот, что является тоже показателем, у меня эта закономерность идет по некоторым должностям, то есть это бухгалтер, секретарь, делопроизводитель, меньше теми кадровики, он там 50 на 50, да, вот где-то такие, и меньше требования к профессии, там они приходят через троих, в лучшем случае, но мы еще немножко так расположены, подальше от, в тихом месте, подальше от места, но скажу другое, что если этот вопрос касается инженеров, специальностей, конструктора, геодезисты, какие-то геологи, ну, ребята, которые профессионалы образования, эти приходят из 10-8, а конструктора приходят все, все, то есть, понимаете, это говорит о чем, они читают, и они видят, где написано, я не тоже не скрываю, где написано организация, сейчас Google, Яндекс, все, пожалуйста, как бы не вопрос, посмотрите, при этом соглашаться, а когда народ, я согласен, вы отправляете письмо, я отправляю письмо с адресом еще раз, с телефоном, что с собой имеет документ, потому что у нас народ, такое ощущение, приходит на поговорить, вы документы свои принесли, а зачем, они нужны были, я думал поговорить, я говорю, ну, вообще-то я хочу посмотреть на ваши документы, там, ну, паспорт, таскать с собой, если у вас есть повышение квалификации, различные подтверждения, дипломы, там, все остальное, посмотрите, я все-таки отбираю, а не просто так с вами беседу, вы за чашкой чая, ну, вот, и пишу все это дело, потом перезвали, почему не пришли, ой, я посмотрел, где вы находитесь, так далеко, но вы это видели, когда мне присылали резюме свое, вообще, то есть, чем ниже уровень квалификации, подбираемых специалистов, и требования к ним, тем они, вот, ниже ответственности, вообще, ниже отношения, это отношения, и к себе в первую очередь, то есть, ты тратишь время, ни на что, и ты относишься к человеку, даешь обещание, не выполняешь его, это, скажу, тенденция в последних лет, лет пяти, ну, вот, я вот так заметил, сейчас вообще это очень заметно, просто заметно, и думаешь иногда, что народу работы не нужна, мы говорим о том, что у нас нету, там народу нет денег, безработица, пожалуйста, но не приходит, интервью специалистов по персоналу, вот она где, помните, собака порыта, вот этот человек, специалистов по подбору персонала, он либо пропустит кандидата дальше, либо нет, и кого он не пропустит, кроме специалистов по подбору персонала, никто не знает, почему он его не пропустил, может это хороший специалист, у нас же какая штука еще есть, ловушка для специалистов по подбору персонала, ловушка первых десяти секунд, Вот он приходит, ой, что-то не то. То есть первые 10 секунд, не понравилось, и все. И вот непрофессионализм заключается в том, что человек пытается теперь найти оправдание, почему ему не понравилось. Да? Первое впечатление. Да, первое впечатление. Оно очень бывает обманчиво. Но он непрофессионально подходит к этому делу и пытается найти для себя те основания, по которым он откажет. Или заходит, о, понравилось. И опять же, вот эта ловушка вот этих вот первого взгляда, первых впечатлений. Вот. И она играет очень злую шутку иногда. Потому что есть люди, которые не умеют на себя преподать. Особенно что касается инженерных кадров. Но они не умеют. Я уже не говорю про айтишников, у которых, если рекрутер молодой и не понимает это, там чем чуднее, ты вообще даже не смотри на внешний вид. Ты вообще не смотри на внешний вид, он наверняка лучший. Потому что если придет вот такой пригалсточки и все остальное, программист, не IT-директор, не системный администратор, а именно программист, тогда вопросы. Потому что они не такие. А вот администратор, наоборот, если приходит администратор как, извините себя за выражение, почему болотно? Система администратора, который должен общаться с пользователями. Тогда нет. Потому что он также будет с пользователем относиться. Если приходит нормальный, разговор нормальный, а не вот этот вот на их языке, тогда да. Если постоянно на их языке вот это все становится, это нельзя, это не пойдет все это делать. Итак, вот этот фильтр, который либо пускает кого-то, либо не пускает. Вы представляете, сколько у них власти? Никто об этом не думает. Даже руководитель отдела по подбору, директор писания все так думают. Поэтому у меня был любимый вопрос о том, что ну-ка покажи мне всю пачку людьми, которым ты отказал. Так. А руководители думают, что они выбирают. Они выбирают те, кого вы разрешили выбрать. Правильно? Человек по телефону? Да. Мы сейчас получим секретаря сознания английского языка. Да. Вот перед ним мы дали вашему телефончику, он написал, но вот здесь вот вынесли на соседу. Я стала этим с вами, когда она пришла себе работу, другая, 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 и мне не понравилось, как она разговаривает. Все. Потому что если она правильно сказала, то она... Все. 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 Понимаете, у секретаря есть в обязанностях работа, общение по телефону. Потому что будут звонить заказчики, будут звонить еще что-то. Это может быть как-то хорошо развивать, но у нас есть очень... Не важно. Не важно. Не важно. Понимаете, секретарь – это лицо компании. Это мало то, что лицо компании, нужно быстро соображать, потому что это еще является барьером для различных, там, кто пытается в компании соединить с тем, с тем, с тем, с тем, с тем-то. Отвечать тоже. То есть это секретарь. Все, не прошел, это телефон интервью. Это уже оценка. Не, ну, все, потренироваться, пожалуйста. Хорошо. Тоже опыт, сын, ошибок трудных, пожалуйста. Итак, дальше идет оценка, тестирование кандидатов может быть отдельно, то есть не хватает какие-то тесты, какие-то оценки, там, кейсы, вот по экономистам, по юристам, у нас с руководителями сделают так, что вот они прошли собеседование, мы всегда им даем кейсы, кейсы. Потому что неважно, либо ты его кейс сделаешь, либо не сделаешь, потому что просто он ничего хочет, там вопрос на понимание предмета, на понимание, особенно юристов, там, конкретные ситуации, и он должен дать свою, там, то же самое, как у меня по кадрам, тоже кейсы, то есть кейсы. Оценки различные, там, можно какие-то тесты, там, вопросы, связанные с мотивацией, какие-то, там, герчика, ну, неважно, что-то можно дать. Какие-то тесты профессиональные можно дать, чтобы посмотреть просто, дальше стоит разговаривать или нет. Профессиональные тесты можно сделать по любой должности, в принципе. Вот, это, опять же, уменьшает время общения и увеличивает, скажем так, вероятность попадания по специалисту. Хотя кейс, хотя тест, он в Африке тест. Понимаете, может, человек просто переклинит, он неправильно ответит. Не потому что не знает, а потому что, ну, вот, магнитный буря. Все надо общаться с людьми. Проверка рекомендаций. Здесь, смотрите, ситуация какая. Я отношусь к этому скептически. Потому что, во-первых, никто в здравом уме вам его открыто не скажет, что он очень плохой работник. Он не знает, кто он на другой трубке и не знает, что пишут его или нет. Но если он не в здравом уме, то я его сочувствую. Потому что может такое быть, что позвонил сам кандидат, спросите себе, представивший работодателя. И услышал все. Как вы думаете, судебный риск может быть? Может быть. Поэтому, вот, я лично никогда не даю рекомендации по телефону. Во-первых, я не знаю, с кем я разговариваю. Это компания такая-то. Она говорит, хорошо, у нас Google. Но я не знаю, с кем я разговариваю. Это телефон. Вот. Поэтому, хотите, официальный запрос. Я звонил по некоторым работникам, звонил, получал ответы. Даже если ответ плохой. То есть, скажешь, что вот человек, такой сутяга, там пятое-десятое. А ведь это может быть неплохо. Может, человек отставился с точки зрения. Там был инженер у нас. Вот он говорит, я не могу. Это неправильно не могу делать. Я пытался оставить на него, как бы, ну, типа, загнобили. Это просто пища для размышлений. Дальше просто нужно что-то посмотреть больше. Нужно где-то поставить ситуацию. Можно где-то вывести как-то его на разговор. Вот. Это вам информация для размышлений. Рекомендации. А если вам человека просто выперли из компании, то кто же скажет, что плохой, хороший, такой пятый-десяток, потому что его выперли, слава богу, что он ушел. Я очень скептически отношусь. Хотя надо проверять, надо позвонить, потому что информация может быть интересной. Информация может быть интересной, в том числе, была одна рекомендация, скажет, что человечек очень хорошо вот так вот использовать. То есть интересная информация может быть. В пользу вам. Однажды мне позвонили и сказали, а как у вас работает человек, который пять лет назад работал? Понимаете, все руководители уже работали. Ну, говорите, хорошо. Нет, я так и сказала. Ну, какой смысл? Понимаете, он за это время, может, уже с комплективом специалистом? Это опять же вопрос, кто занимается подбором. Вот и все. Дальше, если все, человек прошел, то есть вы уже можете понять, что вы допускаете до разговора с руководством. По идее, к разговору с руководством допускать, но от трех до пяти человек, чтобы был выбор. Это нормально. И как бы с руководством вы определяетесь. Даты, когда вам будет, время. Приглашаете людей, он общается. Мой вам совет. Иногда руководители говорят, ну ты бы кого бы посоветовал? Не надо ничего говорить. Не надо ничего говорить. Потому что, если вы скажете, я бы вот такого, все, вы уже раз и сказали. И он говорит, о, действительно, может, он действительно лучше. То есть вы уже переключили его внимание на этого человека. Давайте он скажет свое мнение, а потом вы обсудите и ваше мнение. Потому что они могут не совпадать. Могут совпадать. Но он должен сказать свое мнение. Потому что он руководитель, он берет под себя. Может, он увидел в нем то, чего вы не увидели. Поэтому не надо говорить свое мнение. Вы можете сказать потом, что да, все хорошо, замечательно. Видите, я обратил внимание на такую штуку. Он скажет, я тоже на нее обратил внимание, но мы как бы этот вопрос решили, я с ним проговорил. Либо скажет, да, я что-то не посмотрел на это. Но сначала должен сказать, руководитель, что он выбрал. А потом вы уже свое мнение. Ну, как у нас модно сейчас служба безопасности проверяет. Вот это ребята интересные. Сколько я с ними работал и с коллегами общался. У них вот любимый вот этот вот разговор, ответ. Служба безопасности не рекомендовала бы данную работу в индустрии с компанией. Ни почему, ни зачем. Не рекомендовала бы. Вот это сколько уже раз было. Я бы не рекомендовала бы. Почему? Объясни мне, почему. Что у него там такое? Если что-то накопал, ну расскажи, чтобы мы знали. Какие права в индустрии безопасности? Никакие. А, но вопрос-то в том, они же хитрые. Если что-то случится, начальство встанет и скажет, мы не рекомендовали, но кадры не прислушались. Они молодцы, а вы нет. Если вы возьмете и все будет нормально, ну они перестраховались. Они всегда будут выигрыш. И самое главное, отказ в принятии на работу. Служба опасности никогда не откажет по-нормальному, а вам нужно будет отказать. А вы можете отказать только профессиональный признак. Итак, если же все все прошли, конечно, желательно, чтобы по решению было не по одному. Хотя бы по одному, но парочка была в запасе. Что вы принимаете решение по кандидату и делаете ему предложение. На работу. Выход. Все. То есть мы у вас все, мы принимаем вас, можете поступать, увольняться на том месте, а вот приходите. Мой вам совет. Другим потенциальным второе, третье место не отказывайте пока. Потому что этот последний момент может сорваться. Если вы отказали всем остальным, вы начинаете работу по-новому. Понятно? Понятно. Итак, подходы к подбору какие у нас бывают персонала. Стандартный подход такой, у нас есть вакансия, определенная работа, под которую мы выбираем человека. Соответственно, у нас есть описание должности, мы проводим подбор, остановку, управляем карьерой. Это основной, основная работа по подбору персонала. Но есть еще одна штука. Есть работу под человека. То есть есть конкретное лицо, под которого надо подобрать работу. Здесь два варианта случая. Первый, у вас есть работник, который перерос, к примеру, что-то. И ничего в этом подразделении где-то еще вы не можете предложить. А терять его, ну, скажем так, преступно для компании. Он может уйти, а может уйти уникальное знание, какие-то опыты, которые вам нужны. Поэтому вы можете, понимаете, она может придумать какую-то должность, какой-то проект ему поручить, какую-то еще работу. Может какую-то выдумать искусственную должность для него. Либо есть еще одна штука. Мы живем в Российской Федерации. Я не открою сейчас ни для кого тайны, что есть люди, которым нельзя отказать в приеме на работу, которые приводят руководство. И вот здесь, опять же, нужно куда-то их устроить. И вот здесь специалист по подбору больше это, конечно, будет заниматься этим рукой персонала. Опять, в зависимости от того, что за человек, может он нормальный человек, ну, как бы так. А может человек, который всю жизнь работал, у него где-то все устраивают. По большому счету, только он не работает, он просто, как говорят, просто всегда где-то его устраивали там родственники, либо там кто-то неважный. Здесь вопрос такой. Устраивать надо, отказать нельзя. Надо устраивать так, чтобы меньше нанес вреда. компания. Ищи. Где такое место? Кому не повезло в этой жизни? То есть, вот два. Источники подбора. Мы уже с вами затрагивали вопрос источников подбора, но это как бы на внешнем рынке. Но источники, у нас их два, ну, в крупную клетку. Первый, это внутренний источник, то есть весь персонал, который у нас находится в компании. А второй, это внешний источник, это все, что за пределами компании. Внутренний источник, его нужно знать. То есть, какие у вас работники работают. У вас может получиться так, что, вот как, опять же, по своей примеру приведу. Нужен, к примеру, экономист на начальной должности, в план экономический отдел, финансовый отдел, что-то такое, где вот не надо требовать, главное, образование, что он получил недавно, и как бы такой человек, такой нормальный, струклезный. И тут вспоминает, что на ресепшн у вас работает девочка Маша, которая в прошлом году закончила экономический институт, которая, в принципе, нормальная девчонка, и на ресепшн не собирается долго работать. Ресепшн – это не работа всей жизни. Что вы можете сделать? Вы можете с ней проработать, поговорить с руководителем, что есть такая девочка Маша, у нее общается, и вот вам внутренний источник. Вам же прочно эти дела позволить, или тогда туда, без сильного образования, а ее переставить. Все, она пошла, у нее пошел карьерный рост, пошла экономиста. Вот в таком плане. Вот. И внешние. То есть внешние источники – это уже все, что касается, если у нас не хватает наших источников, либо у нас цель другая. Нам нет, мы не можем выбирать из внутренних источников, нам нужно только внешний. То тогда понимаем, понятно, что мы идем уже на рынок труда внешний. Итак, внутренние источники. Но практически никакие затраты на привлечение кадров. потому что, что вы? Ну, нет денег на затрат на внутренний источник. Что вы с ним будете делать? Дальше. Те, кого вы берете, переводите на эту работу, вы их все-все знают. То есть вы знаете, что это за люди, вы знаете плюсы, их минусы знаете, все хорошо. Сам претендент хорошо знает организацию, то есть он с ней лоярен, он готов работать в этих условиях, то есть все понимают правила игры, все соблюдают. Адаптация практически вторичная только. то есть только вот в новую должность приходит, нужно там адаптироваться. Больше профессиональной адаптации. Там все остальное он знает практически. Но если не руководить, там нужно помочь. Недостатки. Недостаток, первый недостаток, количество кандидатов равно количеству вас работников. И то еще уменьшается, потому что там по критериям возраста, образования, опыта еще меньше становится. Может вообще много будет. Дальше. Если приходит человек из коллектива в руководство, если где-то проморгать, не помочь ему, то может быть такая ситуация, что мы вчера с тобой из одной миски хлебали, а тут теперь ты меня вон еще и наказываешь. Совсем что ли? Вот тут за тебя всем колхозом, а тут начинаешь свою линию гнуть. Мне хорошо забывать. Да? Не все могут с этим справиться. Дальше. Кто приходит из этой же компании, он работает, как в этой компании привык. В основном. Есть, конечно, исключения. Например, молодые ребята, которые перед этим получили какое-то дополнительное образование, какое-то MBA, что-то еще, которые хотят внести в нее что-то новое. Но здесь однако внести-то они хотят. Рвение у них есть. Но у них опыта нет. Они, получается, они могут ставить на вас эксперимент свой. А вам не всегда это нужно. Вам нужен человек, который пришел с новым знанием и с новым опытом, который знает, как это делать. Дальше. Ну, количество переводного должности может не удовлетворять из-за ограничения количества кандидатов вообще внутренних. Дальше. Еще одно преимущество. Человек хотел карьерную ресницу какую-то. И вы даете ему шанс. То есть он был там сначала тайм-менеджером, потом старшим, потом руководителем, потом еще кем-то. Это карьерная ресница на мотивации. И один из самых больших плюсов, что люди, которые из компании заполняют данную вакансию, они понимают, сколько в этой компании будут платить. И на больше они не рассчитывают. Они понимают правила игры. То есть у вас не будет никаких скачков зарплат. Перекосов зарплат не будет. То есть они знают, пойдешь к начальнику командирования, пойду. Он знает, что начальник командирования получается только-то. Все, и проблема. Все. Все. Вопрос решается. Дальше. Из преимущества карьерного роста. Этого повысили, этого не повысили. Могут быть проблемы. Вплоть до подставки. Вот. И, соответственно, работники, которых не повысили, ну и что здесь? Что здесь дергаться? Ну, это их проблемы. Что здесь дергаться, как говорится, они никого не назначат. Ну и... Внешние источники. Самый большой выбор плюс внешнего источника у вас практически, ну, будет говорить, в мерках одной компании неограниченный ресурс людей. Да? Потому что это люди Москвы, люди области, люди России, люди мира. Где-то этот специалист нужен вам гулять. Просто вопрос, найдете вы его, вы не найдете. Дальше. Когда новый человек приходит? Особенно, если поставлена правильная задача. Если задача поставлена нового импульса, и вы находит человека с новым опытом, нужным вам опытом, знаниями и желанием, это всегда новый импульс для развития компании. Это плюс. Вы можете покрыть все ваши потребности в кадрах. Человек, который приходит, новый, все сидят ровно, он пришел новый. Все, кто куда-то пытался вылезти, ни того, ни другого не повысили. Все уже. Приходит новый, вопрос теперь, что новый будут проверять. Новый будет щупать. Как он там? Чего он там? Вот. Здесь появляется затрата на привлечение, потому что надо оплатить там сайт, может, еще что-то дополнить, командировку съесть, еще такие. То есть здесь же затраты есть. Новые работники, как бы вы их не просматривали под микроскопом, это все равно получается темная пошатка. Может, она была сначала темная, когда пришла, сейчас серая, но вы не знаете, что от него ждать, потому что, когда вы его отбирали, когда смотрели, это была одна обстановка. Но может получиться так, что при каких-то условиях он себя проявит и может не в лучшую сторону, но вы не можете эти условия как бы срешиссировать, ситуацию там вести, потому что, ну, не все вы можете сделать. Под темной лошадкой. Адаптация. Здесь появляется адаптация, потому что работник приходит, ему надо обсуждать, что он за организация попал, ее правила, ее регламенты и все остальное, плюс ее профессиональная адаптация, которая связана, как в нашей компании, принятого профессионального уровня. И раз кому-то не, получается, к примеру, какой-то коллектив приходит новый работник, который особенно касается нового импульса или вообще-то болото расшевелить, то моральный климат может ухудшиться, нам прислали нового, никого не повысили, но могут быть ситуации связанные с моральным климатом в самом коллективе. Но здесь уже искусство руководителей, чтобы это дело все чутко следить. Инструменты поиска и источники поиска. То есть, где мы можем искать? У вас есть собственная база данных. Кто ведет долгоподбор, у них, в принципе, база кандидатов наполняется. Вопрос другой, про порядок хранения персональных данных, но все равно она есть. Объявление средствам массовой информации, интернет. Сейчас очень широко используем. А интернет, они просто интернет, это все, что с ним связано. Это площадки подбора персонала, это сети социальные, это какие-то форумы, это какие-то другие мероприятия, там много чего можно использовать. Прямой поиск специалистов, который заключается в поиске определенных кандидатов. Кадровое агентство, иногда может быть, кадр агентства стоит призвать, но кадровое агентство всегда свешивайте за и против. То есть затраты на кадровое агентство и результат. Хотя, может быть, он будет экономический оправдан. Не забывайте, что работники тоже могут рекомендовать. И, кстати, один из тестов на лояльность очень простой. Когда вы работнику задаете всего лишь один вопрос. Вы готовы порекомендовать нашу компанию для работы вашим друзьям? Да или нет? Если да, все хорошо. Если нет, все плохо. Потому что, если да, то он никогда не приведет в компанию человека, который может компанию навредить. Потому что к этому она не относится. И во многих зарубежных компаниях именно рекомендация работников является одним из серьезных аргументов при приеме на работу. Конкурентным преимуществом, скажем так. Дальше. Работа с учебными заведениями. Не забывайте про это. У нас много учебных заведений. У нас есть замечательные умненькие головы. У нас есть интересные очень специалисты. Даже я вот смотрю по конструкторам. Ребята после института два-три года даже в институте. Ну, очень светлые головы сейчас идут. Хотят работать. Хотят быть инженерами. Хотят быть конструкторами. Не хотят просто сидеть просиживать. Очень сейчас это вопрос. Но с ними нужно нянется. Не каждая компания может себе позволить работать с учебными заведениями. Потому что там есть одна проблема. Наставничество. Если у вас нет нормального наставника, который может этих ребятишек направить на путь истинный, забудьте про это. Иначе будет другое. У вас компании грубо говоря загнобят. И эта информация пойдет в учебные заведения. О том, что нечем приходить в эту компанию, потому что там ничего вы не научитесь, ничего там такого не будет. Вас будут заставлять носить кулеры для воды. Сшивать там какие-то дела, и что заниматься только не работает. И вы получите себе антирекламу. Ну плюс конференции, выставки, ярмарки, вакансии. То есть где можно посмотреть людей, там специалистов каких-то. Вот. Интернет-ресурсы у нас какие есть? Специальные сайты специализированные. даже справочных поисковых системах там в Яндексе, в Суперджо, в Яндексе, в Гугл, там в Мэйле есть отдельная закладка работы. Тоже там есть. Профессиональные сайты различные, там программистов, секретарей, бухгалтеров, кадровиков, везде. И у них есть всегда отдельный раздел поиск работы, вакансии. Социальные сети очень широк хочется использоваться. В социальных сетях люди сами себя во-первых пытаются рекламировать, то есть мы берем тоже ВКонтакте, есть там по подбору персонала различные группы, люди сами себе ищут работу, здрасте, я наконец-то вышел на рынок труда, с фотографиями, со всеми делами, то есть это тоже как просмотр, это причем спар. То есть тоже можно использовать. Ну вот специализированные сайты, вот обычно Хантер, Суперджо, Чоп, Авито, Работа. Ру, ну много сейчас есть. В основном у нас один из самых Хантер, Суперджо, ну Работа. Она дешевая, но в принципе на рабочий персонал она достаточно нормальная, то есть затраченные деньги окупают себе. Авито вообще достаточно дешево, 500 рублей, что-то на локации типа того. Вот Национальный союз кадровиков, это из кадровиков касается. Вот это их профессиональная площадка, здесь есть форум и на форуме есть вакансии в зуме кадровиков. То есть можно разместить на свою вакансию, посмотреть, кто ищет работу. Плюс там есть люди, которые общаются постоянно, там есть люди, которые дают совет. Вы же можете тоже им стукнуться в личку, сказать, ребята, ты слушай, не ищите работу, вот вы уже видите, что он пишет, этот кадровик на форуме, уже видите его качество. Вы тоже можете стукнуть туда. подбор, вот работа Майл, Яндекс работа, то есть тоже можно использовать, вариантов достаточно можно, ВКонтакте, есть площадки, много площадок, есть специализированные площадки, есть просто вакансии, резюме, есть там айтишные подборы, там есть, еще много вообще есть всего, LinkedIn, LinkedIn у нас заблокировано, там как-то в обход надо идти уже не в прямую, когда LinkedIn был разблокирован, мне очень нравилась эта площадка, но это не площадка подбора, это площадка связи, то есть это площадка контактов, но там контакты специалистов, профессионалов, и через, если вы знаете название организации, что-то еще, вы можете там через фильтр найти и попытаться до них постучаться, где-то через кого-то зайти к ним и пообщаться, и там тоже есть разделы, там кто-то замечает свое резюме, там тоже можно вакансии, то есть тоже, это международная компания, вот, ну, Роскомнадзор у нас вот такой веселый заблокировал все это дело. Вот одна аналитика по поводу Кэли-сервис, кто не знает, есть такая компания консалтинга, в том числе, с подбором, то есть в основном работают работные сайты, где мы первую очередь пытаемся искать, где кандидат, когда ищет работу, где он, в первую очередь, он где регистрировался на работных сайтах, размещает на свой результат, там мы его и находим, да, в основном. рекомендации, тоже очень хорошо работают, корпоративный сайт, особенно на внутренний подбор, ведь можно же разместить информацию просто на корпоративном сайте, что требуются такие, 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 то есть люди могут обращаться, а могут знакомых своих даже приводить, вакансии, что тоже немаловажно, потому что иногда даже ко мне обращаются, а нам вот этот не нужен, а нам вот этот не нужен, ведь народ же не знает, кого вы ищете, потому что вы ищете примерно там, а не ищете внутри, и для того, чтобы вопрос как бы не задавали, вы можете делать внутреннюю доску объявлений, и там то же самое, если вам нужен внутренний подбор, вы можете через него проходить, пожалуйста, печатные СМИ, социальные сети, радио, телевидение, наружная реклама, только снаружной рекламой аккуратно, наружная реклама очень хорошо пользуется, кто, различные столовые, различные гостиницы маленькие, что-то еще, прямо на дверях, если требуется, уборщица, требуется, уборщица, что-то еще, начинается гражданство с федерации, возраст, не дай бог, напишет, и тут же получает 10 тысяч штрафов за такие дела. Итак, подбор персонала технологии у нас рекрутинг, он как бы считается так основой подбора, все знакомятся, знакомятся специалисты по подбору персонала с рекрутингом, это практически, ну, чуть не массовый подбор. где много народу по каким-то определенным параметрам, вот они проходят, и из этой кучи кандидатов надо выбрать какого-то одного по параметрам, там не сильно надо в него как бы там душу влезать. эксклюзивный подбор, целевой еще называть, прямой подбор, то есть, когда нам нужны специалисты, где просто по формальным признакам отбор уже не пройдет, здесь нужно смотреть специалиста, смотреть его опыт, смотреть его, как он рассказывает, какой у него опыт, что он может, что он не может, какие у него личностные характеристики, что он полезно может привести в компанию, это уже посложнее. И одним из разновидностей эксклюзивного подбора хедхантинг, то есть охотники за головами. С точки зрения вот нашей, российской, за рубежом, то есть это охота за конкретным специалистом, у которого есть фамилия, имя, отчество. Яркий пример охотник за головами это про Стива Джобса фильм. Нет, это Карчер играл, я что-то. Да? Там был момент, когда был разговор о развитии компании и по телевизору выступал какой-то топ-менеджер компании, то ли автомобильный, то ли помощь какой-то, то ли по маркетингу, то ли чем-то. И он сказал, вот его надо, вот просто, вот, вот лицо, фамилия, имя, отчество. Он должен у нас работать. Все. А дальше же это ваша работа. Понятно, что работа хэндхантинг, это, ну, вышибел этот подбор. Потому что, в основном, эти люди не ищут работы. Их все устраивает в этой жизни. Понимаете, что разговаривают на уровне, он не будет спрашивать, сколько я буду получать. Потому что это нельзя разговаривать. Вы бы должны понимать, что этот человек стоит столько-то. Ему можно там, что он требует, там, к примеру, таких-то условий работы. Это даже не обсуждается. Это просто должно быть вот дано просто. Это минимум, лучше, больше, получить какие-то условия. Но это, их берут только интересной работой. Работой на грани, а слабо ли вам это сделать. Да? Интересной. Когда это вызов этому человеку, что вы смотрите, крутой такой профессионал, да, мы вам все обеспечим, все. И мы вам вот это доверяем сделать, такое серьезное. то есть, это вообще единичное. И здесь, знаете, как сапер, специалист по подбору будет ошибаться один раз. То есть, он должен очень нежно, очень так к нему, нельзя его спугнуть. То есть, это должно быть практически, вот, он должен сам принять это решение, потому что, да, вот так вы описали, он понимает, все, все, он к вам приходит. Вот, это единичное. Вот. Поэтому так. Итак, когда мы с вами уже говорили про резюме, о том, что первичный отбор у вас происходит кандидатов именно по резюме, зависит от того, как оно написано, вы должны им становиться внимательно. В любом случае, резюме – это самая характеристика кандидата и соответствие этой характеристики тем ожиданиям, которые вы хотите иметь от кандидата. Все. Если у вас не зацепило никак написано резюме, не тем более там нету нужных вам фраз, оно улетает и все. Есть такой анекдот, кстати, на этот счет. Сидят два специалистов по подбору персонала, молодой и старый. Есть вакансия, молодой распечатал такую пачку резюме, большую, такую здоровую, и сидит на нее, смотрит, сочувствованный, чуть не плачет, говорит, как мы будем все это дело смотреть? Сколько народу, может, времени не хватит сидеть, месяц практически все их разбирать? Ну, старый подход, говорит, берет пол пачки сверху, смешает ее. Говорит, а как так? Нам не нужны неудачники. Примерно так. Цель резюме одно привлечь внимание специалиста, который смотрит данных кандидатов, специалист по подбору персонала, чтоб тот сконтактировал с кандидатом и пригласил его на собеседование. Все. Не надо там писать войну и мир. Причем, да, причем, получается, эти пять листов, самое, которые можно просто выбрасывать, резюме, фантазии никакие, он просто берет, копирует должностную инструкцию и ее туда пишет. То есть, вы понимаете, что такие люди, они не думают, что они пишут. Они просто вот рынка и все. И вот с таким тоже приходится работать. В резюме вы обращаете внимание, соответственно, на опыт, смотря как цель поставлена. Ну, опыт всегда. Оформление резюме, как оно написано, какое слово. Иногда привлекает резюме написано с юморком. Да? Тоже. Но не с таким юморком, как я, у меня есть одно резюме, которое я прикрепил, конечно, затер все фамилии, имя, отчество, все эти дела, затер. Вот. Написан. Понимаете, вот как составлять человек, если ему пишет? Делал вот то-то, участвовал в том-то, делал вот это, делал вот это, ну, знаете, глагол такой, делал. Делал, производил, составлял, что-то еще. Там глагол был один. Сталкивался. Все. К нему не может быть вопроса. На любой вопрос, ничего он не знает, ну, я сталкивался, ну, как бы, усталкивался. Правильно? Когда сталкивался, он усталкивался. Он не делал. И у тебя усталкивался, да? И такой резюме висит. Или там у одной девушки. Люблю кататься на машине, потому что у меня есть права. Страшно становятся на дороге. Иногда читают. Если резюме, какой-то вопрос, половина на английском, половина на русском, это нормально? Нет. Вот опять же, человек не читает. Понимаете, вакансия идет из российской компании, на вакансии записано русском языке. Там нет требований, что требуется знание английского языка. И он вам присылает все резюме на английском. Вопрос. Не, конечно, можно, там Google переводчик, там все 5-й сет. А зачем? Он читает вакансию. Почему он на русскую вакансию с русским текстом без требований к знанию английского языка и все остальное вам присылает английский текст? Даже если нет вакансии, мы с ней вакансии отвечаем. Мы просто сидим сами и делим вещи. И вот мне приносит моя девочка вот этот резюме. Я написал половину по английскому, половину по русскому. Вопрос. Девушка, зачем вы мне принесли этот режим? Ему нужно спросить. Зачем? То есть, понимаете, должен быть, а зачем ты мне приносит? Вот, понимаете, когда я перехожу к генеральному директору, я, когда у меня ведет активный поиск, я отслеживаю и могу найти кандидата, которого нет в подборе, но я понимаю, что кандидат может быть интересен, потому что я общаюсь с руководителем, с генеральным, со всеми делами. Я знаю, в чем компания дышит. Какие там планы, там кто-то еще собирает что-то делать. Я понимаю, он может быть интересен. И я приношу его генеральному. Я же объясняю, почему я ему принес это дело. Поэтому, когда они с ним приносят резюме, говорят, переводим мне тогда английский текст. Потому что оно по-английски написано. Типа он такой крутой, что он... Нет, если так, нет, если так, тогда может быть есть смысл. Я сказал, что если вакансии вообще ни слова про английский не сказано, он присылает на английский. Если так, тогда может быть есть смысл, тогда нужно... А кто будет... тестировать на по-английскому? Вопрос. Как тогда? Как ее слог английский? Может, она хорошо пишет по-английски, потому что ответы может писать? Как все остальное? Я понял. А если вы проводите на лица, буду еще что-то у нас будет проводить какие-то совещания, Я понял. Смотрите. Опять же, когда вы проводили, я, может быть, это упустил, когда вы говорили, у нас проходила заявка, вот там написано, что требование знания английского языка. У вас сразу вопрос. А как мы будем его оценивать? Как? Кто-нибудь знает этот английский? Либо Google-переводчик вот так перед ней поставил, в углу на английском, она будет переводить нам, да? Либо там, где найдем газету на английском языке, пускай она переводит, да? Что-то еще? Мы же должны понимать. Может, у нее текст, письмо нормальное по-английскому? А может, как только она начнет говорить с рязанским акцентом, вы поймете, что все, на этом закончилось все. Из компании никто разговаривать не будет. В рязанском языке можно просто в углу переводчика все. Поэтому, когда вы подбираете, вы даже знаете, кто ее будет тестировать? Кто ее будет тестировать? Потому что, хорошо, вы ее отобрали по внешним признакам, по знаниям делопроизводства, по знаниям этикета, по знаниям других. Но вопрос на сайте английский. Я знаю английский. My name is Lena. Что там было? Great Britain, там, это все остальное из школы. И что? А если она даже письмо не может перевести, которое пришло к партнеру? Или написать ответ нормальный там на партнера? А по телефону позвонят им из какой-то представительства по-английски она скажет Hello. I moment. Я сейчас переводчик включу. Да? Так что этот вопрос тоже как отбирать будете? Тоже вопрос решается. Но я вам имею в виду заключение заявки. Итак, теперь я вам показываю статью 64 Трудового кодекса вот как раз дискриминация. то есть чего не должно быть в заявках на подбор персонала и чего не должно быть когда вы с работником разговариваете и пытаетесь ему когда вы ему отказываете не может быть таких признаков. То есть отказ может быть ну либо мы вам позвоним там ну не прямой отказ как обычно мы вам позвоним там что-то еще такое вот ну типа так не можем отказать ну в принципе понятно что после работы не будет хотя на моменте телефонных разговоров на моментах первичных собеседований отказ еще нормально проходит у работы в принципе нормально готовы к этому но могут не все могут кто-то с вас сказать отдайте мне бумажечку основание отказа и будете думать сидеть во втором происшествии вот откуда ведет 10 тысяч статья 13-11-1 кооп где у вас в объявлении написано возраст пол да вредные привычки что было что штрафонули компанию за то что не в маказе написано отсутствие вредных привычек это по себе дискриминационным признакам не важно не важно без вредных привычек наказали компанию потому потому дискриминация но вот их оштрафовали и для собеседования при подборе во-первых вы должны понимать зачем собеседовать с человеком то есть я почему акцентирую внимание цель может быть не только подбор цель может быть мониторинг рынка труда даже есть такие вакансии мониторинга они висят долго на них люди откликаются их зовут это мониторинг рынка труда компания не берет людей а просто мониторится ищет может новый контакт или еще что такое то есть нет цели подбора дальше в любом собеседовании надо готовиться если конечно вы не супер профессионал а там вот все это сделать почитать работники еще раз его резюме составить себе вопросы если вы используете какие-то методы тестирования те же метапрограммы те же вопросы проективные вы должны их сформулировать писать проговорить про себя и дальше построить план собеседования что вы будете спрашивать когда вы о чем вы будете спрашивать может быть вы решите где-то воткнуть какой-нибудь стресс вопрос и что-то еще такое что вы должны получить на какой ответ если это испугает кандидата плохо смотри какой кандидат если это испугает менеджер по продажам то по хору например я когда секретарей выбираешь я сразу начинаю там никакого нормированного рабочего дня ненормирования генеральный директор может срываться я же рассказываю их работу нормальный секретарь будет реакция ну что мне рассказывать я и так это все знаю секретарь которые не секретарь вот их большинство 90% это просто девочки которые типа секретарь какая-то романтика у них у них глаза кругляться кругляться какие вы рассказываете страшные все понятно секретарь все до свидания все секретарь вот да на первую просто генеральный ряплет слезы будут три ручья вот дальше почему нужен план потому что когда вы беседуете особенно если вопрос задавать не очень хорошие для работника неудобные он может попытаться вас увезти в вашу беседу в другой русло в интересное ему и вы не можете ему следовать вы должны вернуть его на круги свои и идти дальше получаете кандидата всю необходимую информацию ну и завершаете там либо мы вам позвоним либо вот мы вам сейчас пришлем задание либо давайте назначим следующий день собеседования либо либо самый классный что мне всегда нравится когда собеседование заканчивается сразу предложение приема на работу когда вы видите вот он спец сидит все понимаете хороший спец на рынке труда ходит неделю в неделю вы его не найдете и вот он приходит иногда очень обидно когда вас многоступенчатая собеседование когда вы побеседовали видите классно ну и у нас чтобы с этим побеседовать чтобы с этим побеседовать а это время и вы ему звоните и говорят я пришел после вас на собеседование да потому что профессионал который видит вот оно вот он вот он вот он брать сразу берем и все и ставим потому что если мы его отпустим и другие возьмем а таких специалистов видно они формально ну давайте хорошо у вас следующий я в таких случаях иногда просто надо бежать к руководству и говорить что вот он нельзя давайте сразу беседовать просто все беседуйте с ним если он нужен на интервью конечно вы должны слушать он должен говорить вы должны слушать вы должны слушать что он говорит как он говорит эмоции высказывания не вы должны говорить соответственно цели собеседования внешний вид как я говорил квалификация личностные качества приоритет мотивации и информацию о рынке труда получить ну и должно по идее все это дело закончиться чем welcome к нам не важно чем озакнуть джек-оффером письмом о переводе либо о чем другом но по идее пришли на заключение отобрали подобрали специалиста но более глубоко сейчас поговорю с вами так поверхностно более глубоко конечно это можно все узнать в учебном центре специалистов потому что есть у нас просто курс управления персоналом а есть практические курсы по подбору персонала который чисто на подбор заточен который вы можете закончить вопросы если вопросов нет то я всех благодарю за внимание а можно вы ведете эти курсы по подбору персонала нет курсы ведут по подбору персонала у нас ведет два человека я просто психологическое образование подбор все-таки ближе к психологу я так понимаю что мне тоже очень спокойно да очень спокойно спасибо 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 Продолжение следует...